В Москве накануне до поздней ночи продолжались масштабные гуляния. Фанаты отмечали громкую победу в сборной России в первом матче Чемпионата мира по футболу. Обошлось без происшествий. Неудивительно, порядок во время мундиаля обеспечивают тысячи сотрудников силовых структур и частных охранных предприятий. В 11 регионах, в которых проходит матч, действует особый режим безопасности. Репортаж Фёдора Червякова. Француз выпрашивает у прохожих билет на первый матч Чемпионата. Мексиканцы призывают высшие силы, видимо, для победы своей сборной. А приезжие из Средней Азии, как сами признаются, при виде полицейских не боятся, что те начнут проверять у них документы и чувствуют себя комфортно и в безопасности. Это самые лучшие. Самые лучшие, порядка. Здесь, на площадке перед стадионом Лужники, собрались, пожалуй, все мировые футбольные фанаты. Между собой общаются, фотографируются, делятся прогнозами, но главное действие сейчас происходит на арене. Уже спел Робби Вильямс. Прозвучал гимн Российской Федерации. Чемпионат мира по футболу в России начался. На трибунах главной футбольной арены чемпионата 80 тысяч болельщиков, главы государств, VIP-гости. Меры безопасности беспрецедентные. Сотни полицейских и сотрудников Росгвардии. Есть даже кавалерия. А сколько это человек? Полку руководится 700. Усиленные меры безопасности вводили с оглядками на предыдущие чемпионаты мира в Бразилии и Европе во Франции. Это побоище в Марселе на Евро-2016. Фанаты забыли о футболе и колотили друг друга бутылками и стульями. А полиция медленно стягивала к месту потасовки дополнительные силы. Одна из противоборствующих сторон – англичане, известные своим агрессивным нравом. Сейчас их ждут в Волгограде. Я думаю, не стоит опасаться. Все люди разные. И у любой нации есть как плохие люди, так и хорошие. В городе на Волге сборная Англии сыграет с Тунисом. Усиленные наряды полиции уже взяли под охрану фан-зоны. А во время матча количество силовиков удвоится. Готовы к приему матчей и в Мордовии. С праздником всех! С чемпионатом мира! А еще в Саранске заранее определили запретные зоны. Но только в воздухе, ограничив полет дронов и квадрокоптеров. Тем временем на самолетах или за рейсом в город прибывают иностранные болельщики. Перу! 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 В Казани тоже все без происшествий. А праздник между тем идет на широкую ногу. Иностранцы с удовольствием пробуют национальное лакомство чак-чак и, надев шапки-ушанки, пускаются в пляс. В Нижнем Новгороде готовность к чемпионату еще до открытия Мундиаля проверял министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава ведомства из стадиона смотрел и сотрудников своих проинспектировал. Работать придется и с гражданами страны, и с иностранцами. Причем не только с потенциально агрессивными фанатами, но и с пострадавшими гостями. Праздник праздником, а от неприятных ситуаций никто не застрахован. К примеру, у этого болельщика из Мексики проблемы возникли, что называется, на пустом месте. Остался без сумки, подумал, украли. Обратился в полицию и выяснилось, что сам ее оставил в аэроэкспрессе. Багаж полицейские вернули. И пока одни разыскивают чужие сумки, другие осваивают новую технику. Перед чемпионатом московские власти подарили полицейским экологически чистый транспорт. Это первый в Европе электробатальон. 30 мотоциклов, еще 4 электроавтомобиля, 3 цикла, работающих на электроэнергии. Одной подзарядки хватит на 150 километров. Разгон машин до 100 километров в час. Но главное оружие, заявляют полицейские, это победы нашей сборной, плавно переходящие в масштабный праздник. Казалось, что после победы над Саудовской Аравией у наших футболистов добавилось еще тысячи поклонников уже из разных уголков планеты. Россия! Россия! Мы счастливы, это искренне, тут комфортно, безопасно, никаких проблем. Россия, это праздник. Федор Щервяков, Марина Громова, Иван Мурашов, Вести, дежурная часть.